Книга «Открытым оком», 8 том, вопрос 2018, тема покаяния. «Русские монахи не сами же придумали устав, послушание и все, чем прославлены были монастыри. Есть же какая-то общая схема их жизнедеятельности?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «На примере Николы Святоши увидим всю структуру спасения, механизм уверования. Тут Библия вовсе не требуется, достаточно нести послушание. И какие это послушания? Самое обыденное, что миллионы людей делают всю жизнь с поколения в поколение. А здесь таким восторгом описываются и дрова, и как чашки мыть, подавать. Это в чистом виде детская игра в монастыри». Исайя 28, 13. «И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Эта же игра подобна игре в казаки. Библия им совершенно не нужна. Придумали невероятно сложный ритуал. Этим жили, прославляя себя и на одних видениях, предсказаниях, снах, шли из столетия в тысячелетия. Какой-то сириец выглядит в этом житии своего господина более живым, более умным и более рассудительным. На приводимых примерах из житей, может, и не совсем к месту, и не по вопросу конкретно взятых, все же можно понять, что же было в монастырях. Там, за завесой глубочайшей мистики, таинственности. И всегда нужно помнить, что житописатель, как строжайший цензор Сократ, вымеривал, что же можно дать для всеобщего обозрения. А за ним еще десятки цензоров смотрели, для чего и были комитеты при Синоде. Так что нужно быть чрезвычайно внимательным, чтобы из приводимых, даже не самых ярких, крупиц представить хотя бы отчасти сложную структуру тех учреждений, в которых подвязались не худшие представители, в кавычках, святой Руси. Никола Святоша, память 14 октября. Посему он, подобно тому, как некогда индийский царевич Иоасав, оставил славу и богатство, почесть и власть своего временного земного княжения ради вечного небесного царствия, и пришед в Печерский монастырь, облегся во святой иноческий чин. В иночестве блаженный Никола так просиял святостью своей жизни, что все, видя добрые его дела, усердно прославляли за него Господа. И прежде всего преуспевал он в послушании. Сначала святой Никола работал на братью в поварне. Здесь он своими руками рубил дрова и смиренно носил их с берега на своих плечах, неленостно исполняя все остальное, что было необходимо для приготовления пищи. Он уже много потрудился, когда узнали о его подвигах братья его Изяслав и Владимир. Они стали удерживать его от такой работы. Но сей истинный послушник выпросил у них со слезами, чтобы они позволили ему еще один год в поварне поработать для братьев. И вот он здесь с полным старанием и усердием прослужил братьев в течение целых трех лет. После сего он, как человек испытанный и ко всему способный, был приставлен стеречь монастырские ворота. И в этом послушании, никуда кроме церкви не отходя, он также пробыл три года, откуда он был приставлен прислуживать при братской трапезе. И это послушание он проходил с усердием и таким старанием, что пользовался расположением всей братьи. Пройдя таким образом благочинно все эти степени послушания, он по разрешению игумена и всей братьи принял на себя подвиг безмолвия, дабы в тишине заботиться о своем спасении. Исполняя сие послушание, он своими руками устроил при Келли и сад. И в продолжении всех лет иноческой жизни его никогда не видали без дела. Он всегда имел в руках своих какую-нибудь работу, а на устах непрерывно сию Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Он никогда ничего не вкушал, кроме общей монастырской пищи на трапезе. И то в небольшом количестве. Если ему против его желания, как князю, приходилось получать что-либо от близких ему, тогда он все это немедленно раздавал на нужды странников, нищих и настроение церковное, так что на средства его в церковь приобретено было много книг. Сей блаженный князь еще во время владения своим княжеством имел при себе очень искусного врача по имени Петр, сирийца родом, который пришел с ним и в монастырь. Врач этот, видя добровольную нищету своего господина, оставил его и проживал в Киеве, врачуя там многих. Впрочем, он неоднократно приходил к блаженному, и, видя его в великих лишениях, безмерном посте, служащим в кухне и стражам у ворот монастырских, так увещевал оставить сей образ жизни. «Князь, тебе следует позаботиться о своем здоровье, дабы тебе непомерным трудом и воздержанием не ослабить совсем своей плоти, ибо если ты из ним можешь, для тебя станет неудобоносимым иго, которое ты, Христа ради, пожелал взять на себя. Ведь Бог не ищет поста или подвига сил выше сил, но только чистого и смиренного сердца. Ты работаешь на иноков, как купленный раб. Итак, если ты не послушаешь моего совета, то преждевременно умрешь». Подобные слова врач Петр, научаемый братьями святого Николы, часто говорил ему, когда сидел с ним, то в поварне, то при воротах. Тот отвечал, «Брат Петр, часто думая о спасении души своей, я решил, что не должен щадить плоти, дабы она не вступала в борьбу с духом и не возбуждала в душе моей брани. Утомляемая же подвигом воздержания, она смиряется, но не изнемогает. А если бы и изнемогла, то ведь апостол сказал, «Сила моя в немощи совершается» 2 Коринфянам 2.5. И еще. «В нынешние времена страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» Римлянам 8.12. «Бог желает смиренного и чистого сердца, но его не может быть без поста и подвига, потому что пост – матерь целомудрия и чистоты». И еще сказано, «Он смирил сердце их работами» Псалом 106.12. «Я благодарю Бога за то, что Он освободил меня от мирских забот и соделал меня рабом для своих рабов, сих блаженных чернористцев. Ведь я, будучи князем под видом работы для них, работаю для царя царей. Если сего не делал раньше меня ни один из русских князей, то я, последуя Царю Небесному, положу начало. Может быть, сего времени кто-нибудь и станет подражать мне, последуя моему примеру. Наконец, вместе с научающими тебя советую заботиться более о себе самом». Многократно происходило также и следующее. Когда сей блаженный князь, утомившись в подвиге послушания, впал в болезнь, впадал в болезнь, тогда врач Петр, узнав об этом, немедленно приготовлял ему лекарства, нужные при той или другой болезни. Но князь всегда до прибытия врача с лекарством, Божьей помощью, делался здоровым и никогда не дозволял лечить себя. Николе было предсказано умереть вскоре. Врач Петр Сирийц согласился вместо него уйти из жизни. Блаженный сказал ему, «Пусть будет так, как ты желаешь, если так угодно Господу. Итак, помолимся ему оба, но только в иноческом чине». Тогда по совету блаженного врач постригся в иноческий чин и пробыл в течение трех месяцев на молитве, беспрестанно день и ночь проливая слезы. По смерти врача блаженный князь Никола Святоша подвязался еще 30 лет, не выходя из монастыря и достигнув, согласно прозвищу, совершенства святой жизни. Представился в вечную жизнь к святейшему всех святых. Представился в вечную жизнь к святейшему всех святых, царю смирения и Иисусу. Особенно плакали братья блаженного Изяслав и Владимир. Изяслав обратился к игумену монастыря, с просьбой, чтобы он отдал ему на благословение и утешение крест умершего, подушку и скамью, на которой он совершал коленопреклонение. Заболел брат Николы. Послали в Печерский монастырь и взяли там сосуде воды, которую перед тем обмыли гроб преподобного Феодосия. С тех пор Изяслав всегда надевал на себя сию волосиницу, когда заболевал и немедленно становился здоровым. Кроме того, он всегда имел на себе эту волосиницу, когда шел на войну и таким образом оставался невредимым. Один раз согрешив, он не решился надеть ее на себя и в тот раз был убит на войне. Однако он еще заранее приказал похоронить себя в ней. Святослав Святоша, названный так за свое благочестие, при крещении был назван Панкратием, а в иночестве – Николаем. Серафим Саровский, память 2 января. Так сделал угодник Божий потому, что считал неудобным и неполезным, чтобы чистые девы жили вместе со вдовами, проведшими некоторое время в брачной жизни. Но благодаря благодатному влиянию преподобного Серафима, Дебеевская обитель стала привлекать к себе все более и более сестер, искавших под отеческим руководством Святого Старца богоугодной иноческой жизни. Некоторые посвящали жизнь свою Богу в Дебеевской обители из благодарности за исцеление, полученные по молитвам Святого Старца. Иных он по своей прозорливости с малолетства как бы предназначал к сему и заранее в духе сего предназначения руководствовал к поступлению в обитель. Дебеевская община возведена в третий классный женский монастырь и в настоящее время представляет собой одну из самых многолюднейших и благоустроеннейших женских обителей на Руси, вмещающую в себе до тысячи и даже свыше сестер. Пахомий, великий память, 15 мая. Когда наступил праздник Святой Пасхи, Паламон сказал Пахомию, что в этот день он будет дважды вкушать пищу. Приготовляя пищу, Пахомий влил в нее немного масла. Но Паламон не захотел такого ослабления поста даже и в день Пасхи. С великой скорбью он говорил, «Мой Бог был распят за меня, а я буду есть масло, которое дает крепость телу». Он хотел было совсем отказаться от пищи до другого дня. Старец только тогда согласился принять пищу, когда Пахомий бросил соль, содержавшую немного масла, и подал ему соль, посыпанную золой. Пахомий с великим смирением просил прощения. Конечно, они оба вкусили хлеба с солью. Слезы текли по ланитам строгого старца и смиренного ученика, желавшего во всем подражать своему любимому учителю. Здесь Пахомий услышал голос, «Пахомий, Пахомий, подвязайся и пребывай на этом месте. Построй себе обитель, и множество людей придут к тебе, чтобы сделаться монахами около тебя, и получат они пользу душам своим». Пахомий немедленно идет к Ави Паламону и сообщает ему об этом, когда они оба отправляются в Тавинисси и строят здесь обитель, строят, собственно, небольшое иноческое жилище. Спортсмен утрами бегает красиво, на спортплощадке мускулы качает. Приятно видеть лошадь, не пассивной, но пашущей, пасущейся ночами. Спортзал пропитан криками и потом, творят атлеты просто чудеса, рекорды ставят в розницу и оптом. Не зря коптили, значит, небеса. Разговорился с чемпионом местным, он днюет и ночует в беготне. Быть победителем, конечно, очень лестно, от зрителей трибунам сатанеть. А сколько там гордыни и неправды, подделки, ставок, подлости и драки. Ликуют демоны, а ангелы не рады, так мало пользы, множатся утраты. Духовная гимнастика ума поможет упражнениям возвысить добродетель. С утра обязанности полная сума. Сиротки к вечеру накормлены, одеты. В ущерб душе напрасны все потуги. От смерти не помогут убежать. Наматывают ноги круг за кругом, душа забитая, оставлено лежать. Спешите делать чуткое добро, поднять больных, лежачих на прогулку, в орла переродиться, трудолюбивый крот, звать ко Христу, кто жив, из переулков. Трещит от тяжести под штангой позвоночник и лопается сердце от натуги. Христианин же в старости и плодовит, и сочин, свободно разогнет лукавство дуги. Козлы-архаровцы столпились на уступе, где ястреб дьявол души закоктил. Спорт по писанию рассматривай, как в лупу, что не для неба, отправляй в утиль. 4 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова